Желаю мира и приятного просмотра. С вами Яцкоборовский. И сегодня, друзья, наступил 14-й день, как я выживаю целый месяц за 1000 рублей. Но так как я живу в Украине, то это по курсу получается 368 гривен и 20 копеек. Вот такой вот план действий у меня расписан на целый месяц. И давайте я вам покажу, какие продукты у меня остались. Это бугур, спагетти, ячка, мука, тут ее совсем немного, далее овсянка, уже заканчивается, гречки немного, и вот такая вот паутинка вермишель. Далее, смотрим. Подсолнечное масло у меня есть, также я насобирал алычи, не знаю, что с нее сделать, напишите в комментариях. Вот, это соль, и смотрим дальше. Дальше, в морозилке у меня есть пельмени, курица, крылья, это рыба, я на рыбалку ходил в предыдущих сериях, тут у меня есть одна ножка и, соответственно, куриные шеи. Вот, далее смотрим в холодильнике, у меня еще куча готовой еды, это борщик, дальше есть абрикосы, достаем. Лук, яйца, что-то у меня нам осталось, 2, 4, 6, 7 яиц, морковка, помидоры, огурец, картошка, капуста и по готовой еде, что у меня есть, смотрите. У меня вот столько вот есть спагетти, далее котлеты, рагу и также среди овощей у меня еще есть помидор и перец. И сейчас я хочу отварить себе овсянки вместе с вот этими вот гречаниками, доем их и также у меня на десерт будет абрикосы. Вот, так что включил сковородку, поставил водичку для того, чтобы отварить овсянку и давайте сюда перекинем наши котлеты, чтобы они разогрелись. И отварим себе овсянки, половину вот этой пачки. Водичка закипела, закидываем сюда овсянку, вот так вот. Все, этого достаточно и помешиваем котлеты. Сейчас все разогреется и будем завтракать. Так, ну все, завтрак готов, приступаем. У меня тут было овсянку как-то поставить, но я это вроде и солил, и мало. Вот, ой, стол этот еле дышит. Я еще в него въехал коленом. А ну-ка, о, солью получше. А ты что прибежал? Косюмник. Ох, я зверюга. Будь же абрикоску? Она уже мясо поела. Что, не хочешь? Если не хочешь, то я заберу. Планирую поехать пить материал для ванной и туалета. Мне, кстати, вот это выживание немного закаляет тем, что у меня есть режим по питанию. Это для организма очень хорошо. Потому что, если ты приходишь вечером, наелся от пуза, и что? И сразу же водоросляет. В общем, мы уже пришли в магазин. Смотрите, выбрали вот такую вот плитку на пол. 269 гривен будем брать. Это у нас будет кухня и в коридоре. И вот такая вот у нас будет на стенах, в туалете и в ванной комнате. Она будет комбинироваться. Нет, она будет вот такая. Мы не будем ее комбинировать с вот этой, с этой. Я имею в виду, что вот эти вот плитки, они все идут разные. И выглядеть это будет вот так вот. Вот вам пример. 249 гривен за квадратный метр. Сейчас, короче, закажем. И потом пойдем еще выбирать затирки. Главное, чтобы она была все в наличии. Да. Плюс нам надо взять пеноблоки, потому что мы будем ванную закладывать. Закладывать пеноблоки. Не так будет, как у нас вот эта вот решетка. А будет плитка. Купили еще затирку. Сейчас заберем с собой такси. У нас получается два цвета белых и два вот таких вот песочных. Также взяли вот такие вот крепежи для плитки. Потом одну банку циррозита. Вот. Такой вот грунт. И еще для плитки вот таких вот 250. Система вымеривания плитки называется. Горевую. Да. Сейчас, короче, будем как-то грузиться в это. Все в такси, да? Да. В багажник положим и будем ехать домой. В общем, все, я уже дома. Ребят, я так проголодался, у меня живот аж заворачивается. Мы хотели столько времени потратили. Надо абрикос поесть. И сейчас хочу разогреть вот эти вот макароны. Давайте половину отрежем. Вот так. А половину еще оставим. Обожаю, когда есть готовая еда. Не надо ее готовить. Мы еще заказали ванную. Одну из самых бюджетных. Вот эту обычную из пластика. Конечно, было бы хорошо взять чугунную. Но на них цены просто космос. Когда я так попробовал, вроде бы не должна разломаться. Так что сегодня заказов было ай-яй-яй. Поговорили мы с сантехником. И решили ванную закладывать вот этими вот газоблоками. Только надо будет, конечно, сделать отверстие, чтобы был доступ к сифону. Потому что если закрыть, то, я думаю, с этого ничего хорошего не получится. Так что дверку надо будет сделать по-любому. Так, в общем, ребят, я не наелся этими макаронами. Так что буду разогревать борщ. Сколько тут у меня есть для его? Так, ну я думаю, еще на раза два будет. Вот, так что давайте достанем сотейник и нальем пару дуршляков. Кто-то писал, говорит, борщ не заканчивается. Ну так потому что я экономлю. Не съедать же мне все. Вот. Видите, сколько я набираю. Тут кастрюля просто, не знаю, на сколько. На литр, наверное, 10. Ну нет, не на 10, на 5 точно. Вот. И опять же, ну тут еще будет точно на раз. Вот, так что ставим. Разогревать. Вот. О, как раз-таки нормальная температура. Горячего на ночь поесть. То, что надо. Ну, потому что этими макаронами наесться нереально. Тем более, если я дом нормально так нагулял себе аппетит. Этими походами. Но это еще не все, это только начало. Я как представлю, сколько всего надо сделать. Уже заднюю не дашь. Начали. Надо выйти до конца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем, ребят, доброе утро. И давайте что-то придумаем на завтрак. Есть булгур. Есть ячка. Давайте приготовим ячку, потому что ее много. Потом последние дни не хочу сидеть на одной ячке. Вот. И также надо к ней... Что еще нужно? О, помидорчик достанем. Помидор. Яйца есть? Да, еще яйца нужно отварить. Вот, давайте. Одно поставим. И абрикосы достанем. Так, в общем, яйцо варится. Сюда поставил водичку. Отварим ячку. Насыпаем. Вот так вот. И пусть себе варится. Вот так вот чуть-чуть. Есть. Вот. Слушайте, ну, мне нравится. Потому что у меня режим, я сижу на кашах. Вот. Это закаляет. Потому что вот эти вот перекусы, как ты покупаешь что-то, наелся этих булок еще. Тут-то все гармонично. Каша, овощи, белок. Что и рыбка есть? Кстати, надо что-то с нее приготовить. Так что сейчас подкреплюсь. Пойду на тренировку. Позанимаюсь. И надо проверить, какой у меня вес. Леднее взвешивание у меня было на 8-й день. Там было 77 килограмм. 750 грамм. Изначально, когда я начал выживание, весил 79. А вообще год назад вес мой составлял 89. У меня на прошлой тренировке входит тренер и говорит, мне кажется, или люди, которые худеют, они, говорит, стоят злые. Потому что щеки западают. И так кажется. И так кажется. Я уже пришел в зал. Давайте взвесимся. 15-й день. И смотрим. Что сейчас покажет. 75900. Это считайте 76 килограмм. То бишь за 2 недели минус 3 кило. Это как бы офигенный результат, я считаю. Вот так же. Сейчас найду Мишу и будем заниматься. Для начала, наверное, разогреюсь на дорожке. И поехали. Поехали. Ребята, в общем, хочу приготовить уху. Для этого я разморозил вот эту вот плитку, которую наловил ранее в выпусках. Вот. Так же мне понадобится картошка, лук и морковка. И первым делом берем кастрюлю с водой и ставим, чтобы она закипела. Вот. Туда же перекидываем вот эту вот рыбку. Все. И ждем, чтобы рыбка закипела. Так. А сейчас надо сделать, соответственно, заготовки. Так что берем картошку. Нарезать ее будем маленькими кубиками. Вот так. Чтобы она быстрее варилась. Чтобы не ждать полдня. Вот сюда ее перекидываем. И так же нам понадобится морковь. Я ее буду натирать на вот такие вот большие гнезда. Насыпаем ее вот сюда в тарелку. И далее берем луковицу. Вот. И нарезаем на маленькие кусочки. Прошло минут 10. Вода закипела. И теперь добавляем сюда соль по вкусу. Ого! Е-мое! Вот это поворот! Такого я не ожидал. Давайте переставим вот сюда вот на маленькую конфорку. И здесь будем дальше продолжать готовить. Так. Теперь берем картошку. и закидываем сюда к нашей рыбе. Вот. Так. Давайте посмотрим. Картошка, мне кажется, уже в принципе готовая. А ну-ка ножиком ее проколем. Да, она, смотрите, мягкая. Поэтому время сюда забрасывать морковку и лук. Моя уха скоро будет готовая. И осталось нести последний штрих. Это, конечно, я не знаю, кто так делает. Но я хочу добавить маленькую жменьку. Булгура с макаронами. Вот. Для вкуса. Ну вот так вот. Все. Этого будет достаточно. И сейчас проварим еще минут 10. Ну, чтобы этот булгур разварился. Вот. И будем выключать. Попробуем нашу чудо уху с вот этими вот карасями. Вот. Они даже особо не разварились. А, не. Нормально. Итак, ребят, настало время попробовать нашу уху. Смотрите, как она выглядит. Вот. Я положил себе одну рыбку. Вот. И тут, видите, частички есть булгура. Смотрите, я хороший супчик. Чувствуется хорошо. Рыбный бульон. Рыбка-то осталась маленькая. Вот. Поэтому не было смысла ее жарить. А вот уха как раз таки мне и надо. Потому что больше у меня уже заканчивается. А когда есть горячее, то хорошо для моего пищеварения. Потому что меня постоянно боит либо в живьянке, либо же живот. Раньше я помню покупал хребты от красной рыбы. Они стоят очень дешево. У нас примерно по гривен 40 за килограмм на рынке. Можно в супермаркете найти, но там они редко бывают. Вот. Из этих хребтов рыбка получается бомбезная. Ухавщая топ. Да и вообще я помню эти хребты выкладываешь на противень в духовочку закидываешь. Объедение пальчик я ближе. Ребят, в общем, всем привет. И настал вечер. Надо что-нибудь покушать, точнее, поужинать. В общем, смотрите, по готовой еде у меня есть вот эти вот овощи. Но я не хочу их есть. Я хочу макароны съесть, потому что они сытные. Вот. Доем их. Вот. Ими я точно наемся. Вот. Так что давайте разогреем их на сковородке. Сегодня чисто на чиле. Лежу, смотрю сериал. Давайте покромсаем ее. Посмотрите, она сейчас выглядит как ролл какой-то. Ну а что вы хотели? Дешевые спагетти они так вот выглядят. Но на вкус они более-менее. Правда, обидно, что томатной пасты нет. Но никто такой. Так, в общем, пошлите кушать. У нас тут сегодня домашний кинотеатр. Да, Касиня? Что, ты как думаешь, на сколько килограмм я похудел до конца эксперимента? Ну, наверное, до 72 может. О, нормально. Буду доедать свои макарошки, искать фильм и отдыхать. Так что, если вам этот выпуск понравился, то ставьте лайк, пишите в комментариях интересные рецепты с моих продуктов. Я буду перечитывать и возможно, что приготовлю интересное. И всем спасибо за внимание. Спасибо, что стреляет этот выпуск. Всем, ребят, пока, до новых встреч.